Здравствуйте, это Алена. Сегодня я снимаю второе видео, не совсем стандартное для моего канала. Видео, посвященное беременности, родам и все, что с этим связано. Это видео я делаю также по просьбе моих подписчиц, поэтому тем, кто привыкли видеть на моем канале видео о моде и красоте, пожалуйста, не удивляйтесь. Если вам не интересно, то просто не смотрите. Тем, кому интересно, надеюсь, что будет для вас полезное видео. Итак, это видео будет посвящено родам и послеродовому периоду. Если вы не видели мое предыдущее видео о беременности, то я оставлю на него ссылочку внизу под этим видео в инфобоксе, в описании. Итак, давайте начнем. Прежде всего я бы хотела сказать, что роды это не так страшно, как, наверное, многие думают. На самом деле я бы даже сказала, что роды это совсем не страшно. Это просто период, момент вашей жизни, которому нужно подготовиться. Я вот тут себе составила списочек тем, которые мне девочки оставляли с просьбой ответить на эти вопросы, точнее не тема, а вопросы. И буду по очереди на них отвечать, начиная вот с подготовки. Итак, роды это замечательно, на самом деле. Как бы, может быть, для кого-то ироничного это не звучало, но это так. Потому что это главное помнить о том, что это процесс рождения вашего ребенка. И не важно, что вам придется, грубо говоря, для этого проделать, это самое большое чудо в жизни, и оно того стоит. Но, на мой взгляд, также немаловажным является правильная подготовка к родам, а именно правильный настрой и детальное изучение самого процесса в теории заранее до родов, чтобы вы знали, что вас ждет. Вы должны знать, как будет работать ваше тело. Вы должны знать, что сейчас, если вы чувствуете, допустим, одни ощущения испытываете, что последует за этим. Вы должны это знать. Вам так будет легче. Вы будете понимать, что происходит. Вы не будете чувствовать себя потерянной. У вас не будет каких-то абсолютного шока для вас в плане того, что, о боже мой, я чувствую вот это, как так, почему, и так далее, и тому подобное. Конечно, если для вас это первые роды, вы все равно впервые испытаете это все. Но вам не будет так страшно, как если вы просто придете, абсолютно неподготовленные, и начнете рожать. В общем, я советую, опять же, как я советовала в видео о беременности, читать все про беременность, я советую читать все про роды. Роды состоят из трех периодов. Это схватки, потуги или потуги и, собственно, рождение ребенка. Если рассказывать о моем личном опыте, у меня роды от момента первых схваток до момента рождения ребенка продлились примерно 12 часов. Но это не значит, что это было 12 часов мучений, боли и страданий. Во-первых, в принципе, я бы не сказала, что это была боль или это были страдания для меня. Первые, то есть, как бы так сказать, из этих 12 часов 8 часов я была не в роддоме. То есть, когда начались схватки, я ездила вообще по делам. Я поняла, что это оно, потому что я была утром на приеме у своего врача, и она сказала, что скоро оно начнется, ты скоро ко мне вернешься. И сказала, что будут определенные ощущения, будет подхватывать живот, подтягивать, скажем так. И я начала действительно это чувствовать, вот буквально как от нее вышло. И мы ездили в магазин с мужем, мы купили продуктов. То есть, я ходила по магазину, и я ощущала схватки. Я засекала время, понимала, что они становятся регулярные, что они довольно частые. Но как бы при этом я думала, так, ну раз уж я рожаю, значит мне нужно купить еды домой, сделать все, что я могу, чтобы пока меня не будет, без меня было дома нормально и можно было жить. То есть, я ходила по магазину, я купила продуктов, я съездила на дачу, пожарили мы шашлыки, это все было во время схваток. И уже они у меня начались где-то в районе 12 часов дня или часа дня, и уже только в 8 вечера я приехала в роддом. В 8 часу где-то, в 7 с чем-то или ближе к 8 или даже. Ну да, не раньше 8. Вот, собственно говоря, вот уже с 8 часов и дальше я была в роддоме. И то я не могу сказать, что вот с 8 часов начались муки ада, повторяю, муку ада вообще я не считаю, что это подходящее слово для процесса родов. Просто становилось сложнее. Схватки болезненные ощущения учащались и становились сильнее и так далее и тому подобное. Это, как бы, ну, вы знаете, медперсонал, он в принципе, ну, не враг вам. Если вы себя адекватно ведете, если вы не орете, не положите нецензурными словами, то они к вам будут относиться достаточно человечно. Я, опять же, здесь оговорюсь, может быть, немножко в перемешку пойдет. Но я рожала в государственном роддоме. Это не частная клиника, потому что в моем городе всего одна частная клиника, и они не самые лучшие отзывы. Поэтому туда я рожать не пошла, и для меня намного важнее был врач. Но я, наверное, чуть-чуть подробнее об этом поговорю в пункте о родах. Так вот, персонал достаточно адекватен и человечен, и если вы попросите, вам сделают обезболивание. Мне делали обезболивание несколько раз, потому что я просила и так далее. Лично для меня такое резюме по родам, мне было легче пережить схватки, чем период поток или поток. Это довольно сложно. Вот здесь уже начинается работа. Если схватки вам нужно просто перетерпеть и, так сказать, собраться в кулачок, и сжаться, и просто дышать правильно, думать о хорошем и так далее, и этого, по сути, в основном будет даже достаточно, то вот с потоками уже сложнее. Нужно, когда у вас первого рода, это очень сложно, нужно понимать, как тужиться. Нужно тужиться правильно. И это сделать сложно. То есть ты головой понимаешь, что тебе говорит врач, акушерка, что нужно делать, но физически ты не можешь свое тело сразу заставить это сделать. Это непросто на самом деле. Я, когда была беременна, я читала рассказы о родах, очень многие пишут, господи, схватки, это вот просто ужас и кошмар, кошмарный. А вот потоки, три потоки, и я родила своего ребенка. У меня было не так. Поэтому все индивидуально, но тем не менее все преодолимо. Ну и рождение ребенка, это уже, это самый счастливый момент в вашей жизни будет. Да. Я желаю вам испытать эти ощущения и прочувствовать их, и испытать их не один раз в жизни. Это самое невероятное, что только бывает в природе, мне кажется. Я до сих пор, когда смотрю, иногда попадаю на какие-то видео о родах, и когда я это вижу, я постоянно плачу, потому что это самое большое чудо, которое в принципе существует в нашей жизни. Это невероятно. И вам на живот кладут вашего ребеночка, ваш комочек, маленькие счастья, и вы самое большое и самое ценное, что есть в его жизни, а он в вашей, только самая маленькая. Это на самом деле бесценные минуты. Мы, женщины, благословлены тем, что мы можем это испытать. К сожалению, мужчины это испытать не могут. Они тоже, конечно, любят своих детей, но женщина, она действительно... Это сложно передать словами. Это нужно действительно почувствовать. Когда вы даете новую жизнь, у вас и ваша жизнь тоже начинается заново. Я бы так, наверное, и сказала. Вот. По поводу присутствия... Немножко у меня было такое лидическое отступление. По поводу присутствия мужа я бы хотела сказать свое личное мнение. На мой взгляд, мужчинам, мужьям нечего делать на родах. Это мое личное мнение. Вы можете с ними соглашаться. Я читала кучу историй о том, как женщины писали, господи, я не знаю, как бы я родила без мужа. Вот если бы его со мной не было, то я бы, наверное, вообще не родила и так далее. Ну, всякое бывает. И женщины разные, и мужчины разные. Но лично мое мнение... Ну, представьте, просто попробуйте представить себя на месте вашего мужа. Вы видите, что вашему любимому человеку тяжело, может быть больно, может быть плохо, а вы ничего не можете реально сделать. Потому что все, что они могут сделать, это сказать вам, терпи, там, мое хорошее, давай, давай, сейчас все будет хорошо. Но, как бы, эти слова в такие моменты, ну, тоже, опять же, все зависит от людей. Например, меня лично, наверное, это бы только раздражало. И я ничуть не жалею, что я рожала одна, без помощи, без присутствия родных, там, мужа, мамы и так далее. В общем, на мой взгляд, ну, если вы уверены, что вашему мужу это интересно, что ему понравится, то, какой он вас увидит. Потому что, вы знаете, в родах, роды это не как в кино. Иногда вы можете выглядеть не такой свежей, не такой жизнерадостной, и всякое может быть. Мне кажется, в этот момент самое главное слушать врача, чтобы вас никто и ничто не отвлекало. И, да, я до последнего переписывалась с мужей, с мамой, там, с близкими людьми по ватсапу, разговаривала, там, писала, как у меня дела и так далее. Прям до самого-самого последнего момента уже, когда вот я из предродовой в родовую не пошла, я смсилась. Но, как бы, этого и этого мне было достаточно. У меня порой не было сил, как бы, на все это отвлекаться. Мне просто хотелось замкнуться в себе, там, дышать и так далее. Вот, поэтому смотрите сами, решать вам. Но я лично не советую брать мужа с собой на роды. Теперь чуть-чуть подробнее о роддоме. Итак, если вы живете в Новосибирске, то вам это кое, о чем, наверное, скажет. Я рожала в Новосибирском городском перинатальном центре, он же 4-й роддом. Это не частная клиника, это государственный роддом. И почему я выбрала именно его? Я, на самом деле, до последнего сомневалась между роддомами и выбирала. И я была настроена изначально вообще на другой. И всю беременность практически я думала, что я буду рожать в другом месте. Но вот буквально за несколько недель до родов у меня почему-то начались какие-то сомнения и так далее. И, в общем, я выбрала в итоге четверку. Я рожала не по сервисным родам, как это сейчас называется. То есть у меня не было отдельной предродовой, отдельной родовой и так далее. Почему? Потому что когда я обратилась в четверку, и я была готова оплатить сервисные роды, в этот момент уже таких мест не было. То есть там очень сложная система, вам нужно заранее обратиться, чтобы они резервировали палату на ваш срок и так далее и тому подобное. Я пришла уже буквально накануне, можно сказать, за несколько недель. И, соответственно, уже все было зарезервировано на мой срок. Я рожала просто с врачом. Самое главное – это договориться с врачом. Самое главное, чтобы ни палата, ни красивое белье, ни подушки, ни кровати, ни метраж вашей палаты, самое главное – это профессиональный врач. Если вы знаете, допустим, врача в вашем городе, который очень хорошо принимает роды, любой сложности, сделайте все возможное, чтобы попасть к нему. Потому что от этого зависит ваше здоровье, здоровье вашего ребенка. И что важнее, в конце концов, комфорт или вот это вот самое, на мой взгляд, главное. А комфорт – да, потом, в послеродовую палату у меня была уже сервисная. Вот это, на мой взгляд, стоит брать, потому что я лично не представляю. Ну, такой уж я человек, я не то что, ну, как-то объяснить. В общем, мне было бы сложно лежать в палате в шестером, там, или скольки, я не знаю, бывают такие палаты в восьмером, в десятером. Я, у меня была сервисная палата, я лежала с еще одной женщиной, и это довольно комфортно. Ну, для меня это было приемлемо, по крайней мере. Конечно, можно одноместный, там, в общем, всякое разное. Бывает, все зависит от роддома. Что я могу, в принципе, о четвертом роддоме сказать для новосибирчанок? Роддом хороший, роддом огромнейший. И это тоже говорит о том, что они постоянно, у них это на потоке стоит. Это не как маленькие какие-то роддомы или частный роддом в нашем городе, где количество рожениц в десятки раз меньше. В четверке за день может 40 человек родить. В частном или в маленьком роддоме за месяц может столько и не родить даже иногда. Соответственно, это говорит о наработанности и о профессиональности и о стаже работников четвертого роддома. Плюс у них очень большая материальная база в плане оборудования. К ним везут, даже если у кого-то непростые роды или там была непростая беременность, везут туда. Это тоже о многом говорит, о качестве профессионализма врачей этого роддома. Поэтому, ну, конечно, это бесплатный роддом. Это тоже о многом говорит. Это говорит о качестве постельного белья, кровати, питания. Я не ела, мне все привозили моя мама. И мама, мужа мне готовили, мне привозили еду. Я вообще не ела то, что там готовили, потому что это невозможно есть. А иногда эти блюда не то, что невкусные, они по идее несовместимы с грудным скармливанием. То есть мне привозили всю еду. И на этом я жила 4 дня. Да, меня выписали на четвертые сутки. Это норма. То есть так обычно выписывают. Если нет никаких осложнений ни у мамы, ни у ребеночка, то выписывают у нас на четвертые сутки после естественных родов. А у меня были естественные роды. После кесарево сечения обычно выписывают на седьмые сутки. Но кесарево сечение это в принципе операция. Это сложнее и тяжелее для организма. Все восстановительные процессы после кесарево сечения проходят дольше. Так что после естественных обычно выписывают на четвертые сутки. Если кому этот вопрос интересен. Что еще о роддоме? Наверное, все о роддоме. Следующий вопрос это что брать с собой в роддом. Я бы вам советовала заранее, где-то в месяце на восьмом, наверное, ну или просто когда вы уже будете как-то этим вопросом озадачиваться, начать составлять список. У меня был вот такой вот список. Ну тут не видно, конечно, вам ничего. Но я вам просто показываю, что он у меня был. Я его даже сохранила на память себе. Того, что мне нужно взять с собой. Я люблю составлять списки. У меня все так всегда в табличках. Все очень организовано. Так вот. Что брать с собой, я вам однозначно посоветовать не смогу, потому что это тоже зависит от роддома. У каждого роддома свои требования, свои запреты и разрешенные вещи, которые можно привезти с собой. Но вкратце, наверное, я все-таки смогу описать какие-то моменты. Прежде всего, бывают разные требования. Что-то можно взять сразу, что-то вам только потом могут привезти, а что-то только на выписку. Сразу давайте с простого. На выписку вам обязательно нужна себе одежда, обувь. Если это сейчас осень-зима, еще верхнюю одежду. Все это приготовьте отдельно в шкафу на отдельной вешалке. Мужу покажите, что вот это вам нужно взять, привезти в день выписки. Вот эти колботки, вот эти туфли, вот это пальто, это платье. Не знаю, что вам еще нужно. У каждого свой список. Косметику какую-то декоративную, допустим, заранее, чтобы вам привезли. Тоже все это оставьте, косметички положите. Там фен расческой с собой сразу весь этот ворох тащить не нужно. Если у вас разрешены будут посещения в роддоме, где вы планируете рожать, то пусть это лучше вам привезут накануне, допустим. А завтра вас описывают, сегодня вам привезут. И потом все это сразу заберут. Что еще? Ну и, соответственно, одежда малышу. В разных роддомах, опять же, я так понимаю, по-разному. Где-то только пеленает, где-то и пеленает, и в одежду одевает, во что угодно, во что вы дадите, как бы, медсестре. В основном сейчас уже везде, так, как бы, что вы хотите, в то и оденут. Соответственно, какой-то комплект костюм на выписку, какой-то конверт, либо теплое одеяло, потому что сейчас уже холодно, лучше теплый конверт. Ну, тут уже, как бы, вас ограничивает только ваша фантазия и, наверное, ваш вкус, во что вы хотите одеть вашего ребенка. Но главное, продумайте просто все детали. Вот как вы выходитесь дома с утра, осенью или зимой, потому что именно так вам придется выйти из роддома. То есть, все, обувь не забудьте, потому что обувь, естественно, вы отдадите родным, когда вы приедете рожать. И какие-то еще такие детали, которые могут в голову сразу не прийти. Так, что мы берем еще в роддом? Я буду смотреть по списку, поэтому я буду опускать глаза вниз. Прежде всего, сразу с собой, я думаю, в любой роддом нужно брать обменную карту, все документы, а именно паспорт, полис, что тут еще, сертификат родовый, пенсионное удостоверение. Желательно еще сделать копии всех этих документов на всякий случай. Результаты всех УЗИ, которые вы делали, всех КТГ, которые вам писали. Это вот такой прям пакет документов, его лучше подготовить заранее. Прям вот у меня все документы, все пакеты, точнее, были готовы где-то с 36 недель. То есть, первый пакет, о котором я сейчас говорила, точно был с 36, а второй, может быть, чуть-чуть попозже я подготовила. Ну так вот, дальше. Дальше вот все, опять же, я говорю, зависит от того, что можно брать вам в роддом. То есть, первый пакет, это считается пакет народа, сумка народа, там, я не знаю, куда, что можно брать. Во многие роддомы только в полиэтиленовых, обычных наших этих пакетах можно, никаких тканевых сумок. Итак, в этот пакет также вы кладете гигиенические принадлежности, а именно шлепатцы резиновые, в которых вы будете ходить в роддоме, какие-то мыло жидкое, например, потому что вам нужно будет принять душ до и после родов, там, когда вы сможете вставать. Одноразовые пеленки, гигиенические женские принадлежности обязательно нужно, влажные салфетки, скорее всего. И еще я бы очень-очень-очень-очень советовала вам взять с собой водичку, потому что в родах очень сильно хочется пить, особенно если вы правильно дышите, там нужно постоянно вдыхать-выдыхать, через нос, через рот, там и так далее, и тому подобное, и безумно сохнет во рту, постоянно хочется пить. Я брала с собой, по-моему, две бутылочки по 0,3 такой детской воды с паильничком, знаете, вот, чтобы не выливалось слишком много, и мне, по-моему, этого еле-еле как хватило. Правда, опять же, я читала, что не везде разрешают пить, не везде, но мне, слава богу, никто не запрещал, мне даже медсестры, наоборот, подавали воду, когда я их просила. Особенно, конечно, очень хочется пить на подугах, почему-то мне хотелось, но там уже не до воды, безумно просто хочется пить, поэтому берите с собой воду, и она вам абсолютно точно пригодится, если не выпьете в родах, выпейте потом. А во второй пакет, что мы с собой еще берем, ну, собственно, все, что вам можно брать в роддом, с учетом того, как вы привыкли жить, так сказать, насколько это можно назвать житьем в роддоме. То есть, ваша косметика ежедневная, уходовая какая-то, понятно, что вам там будет не до декоративной косметики, что еще там, ну, понятно, шампуни, дезодоранты, гель для душа, не факт, потому что лучше вы будете там либо марганцовку использовать в определенных случаях, либо вообще просто водой лучше мыться. Я как-то гель для душа брала, но в итоге не пользовалась. Зубная щетка, зубная паста, то есть все предметы первой необходимости, там, резинка для волос, допустим, сразу возьмите с собой какой-то чай, который вы будете пить, просто чтобы вот вам было что попить, кроме воды, пока к вам родные не приедут, допустим, с едой и так далее, и тому подобное, потом несколько пакетиков чая, какое-то печенье себе перекусить, если вдруг там окажется, что у вас в роддоме тоже будет невкусна еда, или, не знаю, или вам долго придется ждать, если вы родите ночью, завтрак только утром, ночью, естественно, никто не кормит, поэтому перекусить очень хочется. Я вот брала с собой печенюшки, брала шоколадку, потому что в первые дни можно, в первые дни как бы молоко еще не приходит, оно приходит обычно на третьи-четвертые сутки, в первые дни ваш ребенок получает молозиво, а вот что еще я хотела сказать, это не в эту тему, но скажу здесь, раз там забыла, о родах и так далее, очень важно, чтобы в роддоме, как только ваш ребеночек родится, вот прям в этот момент, еще до того, как перерезана поповина, вам его положат на животик, чтобы вы приложили его к груди, чтобы он прям сразу получил первые капли молозива, и это, во-первых, запускает процесс выработки молока, а во-вторых, это для ребенка очень-очень важно, безумно важно давать ребенку грудь, даже когда еще нет молока, чтобы он получал молозиво, потому что оно невероятно сильно, богато, как это сказать-то, грамотно, очень полезными веществами, очень важными для иммунитета, не буду сильно умничать, в общем, это безумно важно, и обратите внимание вашего врача, когда вы еще будете в добром сознании, чтобы вам приложили ребенка обязательно к груди, и проконтролируйте этот процесс. Так вот, по поводу бандажа, в послеродовой пакет номер 2, который вам на время пребывания в роддоме нужен, у меня был бандаж, и я его носила первые несколько дней до того момента, как зав гинекологии, которая нас наблюдала, не сказала мне, что, чтобы я его сняла, я вообще не вздумала носить, потому что, да, бандаж, возможно, помогает животу утягиваться, но он мешает, ну, я думаю, надеюсь, что меня смотрят только женщины, матки сокращаться. Так вот, это намного важнее, чем то, чтобы ваш живот тянулся как можно быстрее, нужно, чтобы у вас все сократилось там правильно, соответственно, бандаж не берите, вам его лучше не носить, вы потом, у вас живот втянется. Я вышла из роддома уже практически с плоским животом, ну, не с идеально плоским, конечно, давайте будем сериалистами, но, как бы, у меня не было вот висящего живота или какого-то очень большого, он был уже более нормальный, как будто я просто немножко переела. Вот, соответственно, живот-то втянется, главное, чтобы все внутри вас пришло в норму, поэтому бандаж я не советую носить, я этого не знала и поэтому носила. Ну, соответственно, ребенку нужно тоже взять, допустим, подпузники, если вы планируете им начать пользоваться в роддоме, либо если вы будете использовать только пеленки в роддоме, то тогда они вам не нужны. Какие-то, может быть, что-то из одежды, если вы хотите, но, опять же, если вы будете пеленать, то вам это не пригодится, мне почти не пригодилось, я использовала пеленки в роддоме, и мне этого хватало, в принципе. Вот. Но я не буду здесь сильно останавливаться, потому что я повторяю, что в разных родильных домах различные списки того, что можно взять с собой. Вот. Поэтому, наверное, на списке это все. Если у вас просто есть какие-то более конкретные вопросы относительно какого-то предмета, который вы думаете, нужен ли в роддоме, лучше напишите мне в комментариях, я вам с удовольствием отвечу, брала ли я это или нет, пригодилось ли это или нет, чем я буду сейчас здесь слишком много времени тратить каждые там конкретные вещи, шлепки, там, чепчик для ребенка и так далее и тому подобное. Поэтому давайте будем двигаться дальше. Итак, послеродовое восстановление. На самом деле, об этом мало говорят, но я бы сказала, что восстановление после родов, оно сложнее, чем даже роды, потому что роды у вас протекают за несколько часов и все. А вот послеродовое восстановление может занять достаточно приличное количество времени. По крайней мере, в моем случае это было так. Я знаю, что после кесарево сечения тоже очень долгое восстановление происходит, дольше, чем после естественных родов обычно. Будьте готовы к тому, что вам может быть не очень легко ходить первое время. Первый день для меня пройти 5 метров было на самом деле рекордом. И потом просто кружилась голова, и я сползала по стеночке на ближайшую какую-то скамейку. В общем, я не буду здесь сильно останавливаться, потому что это тоже не повод для какого-то расстройства или страха. Просто вы готовьтесь к тому, что может быть нелегко. И дай бог у вас будет легко. Настраивайтесь на лучшее, но при этом имейте в виду в голове, что может быть все не так сказочно и так далее. Живот уходит, уходит быстро. У меня, вот я уже говорила, что я из роддома, в принципе, выходила. У меня как такового живота не было. И постепенно он втягивается, втягивается. Это все еще зависит от того, как у вас сокращается, опять же, матка. А это происходит, проистекает течение, обычно, 40 дней после родов. Вот есть какой-то такой срок. Даже иногда говорят 2 месяца, то есть 60 дней. Поэтому относитесь к этому спокойно, просто терпите, ждите, потому что первое время, первые минимум 2 месяца, лучше дольше. Физическую нагрузку нельзя никакую делать, потому что это может негативно отказаться на молоке. Также хотела бы сказать, что, конечно же, я за кормление грудью, естественно. Потому что это очень важно для вашего ребенка, потому что это залог хорошего здоровья, крепкого иммунитета и такого количества полезных веществ и сбалансированного питания ребенок не получит никак, кроме как через ваше молоко. Никакая смесь такого ему не даст, естественно. Какой бы адаптированный, какой бы современный он ни был, это все равно искусственная вещь, конечно, лучше кормить молоком, если вам природа дала такую возможность, то почему от нее отказываться? Конечно же, не стоит этого делать. Про грудное вскармливание я поговорю немножко. У меня, конечно, опыт не такой большой, может быть, как у других женщин, которых не по несколько детей, но, тем не менее, я своим опытом поделюсь в следующем видео, которое будет посвящено уходу за ребенком и как раз-таки грудному вскармливанию. А сейчас просто вот хотела вам сказать, что настраивайтесь кормить грудью. Это просто замечательно. Это ощущение единения с вашим малышом и то, как малыш тянется к вам. И, ну, в общем, это тоже просто удивительное ощущение. И поэтому я никому не хочу обидеть, но я не понимаю женщин, которые добровольно отказываются от того, чтобы кормить грудью своего родного ребенка. Я считаю, что это очень важно. Это одно из самых важных действий, которые вы можете сделать для своего малыша. Так вот, что еще по восстановлению? Ну, в общем-то, да, в общем, может быть нелегко. Просто на это настроитесь, живот у вас уйдет, все у вас восстановится. Размер ноги, если он увеличился, то обычно через несколько месяцев он тоже восстановится. Что еще? Я бы советовала принимать витамины во время грудного вскармливания, но те же, которые, во-первых, разрешены во время грудного вскармливания, а, во-вторых, желательно, чтобы вы их принимали во время беременности. То есть, чтобы ваш ребенок уже был знаком с ними через, ну, пока он находился внутри вас, и через молоко для него это не явились какими-то абсолютно новыми там компонентами, эти витамины. Вот, по поводу восстановления, что еще сказать? Ну, наверное, все. Ну, вот то, что физическую активность, я уже сказала сразу, вам будет нельзя никакую на себе практиковать. Это да, это придется потерпеть немножко, если вы не хотите потерять молоко или чтобы оно поменял свой вкус. Вот. Что касается послеродовой депрессии. Если честно, я бы, наверное, сказала, что она зависит, будет ли она у вас зависеть от того, как вы себя, во-первых, настроите, а, во-вторых, как вам будут помогать. Поэтому, конечно же, вот был вопрос, нужна ли помощь, конечно же, нужна. И не отказывайтесь с ней ни в коем случае, если вам будут предлагать помочь, там, родные, ваши родители, родители мужа прийти помочь, посидеть с ребенком или что-то вам приготовиться. Поэтому, конечно же, соглашайтесь на любую помощь и поддержку, которую вам предлагают, там, не знаю, постирать белье, приготовить еду, не знаю, погулять с ребенком, чтобы вы могли поспать. Соглашайтесь, потому что вы будете очень сильно уставать. И, на самом деле, мне кажется, послеродовая депрессия, она появляется тогда, когда ты не ждешь этого, когда ты не думаешь, что ты будешь так уставать. И, на самом деле, нет, такие ощущения, просто я бы не называла их депрессией, мне кажется, они неизбежно появляются у любой женщины, которая рожает первого ребенка, когда ты еще вообще не знаешь, что это такое. На самом деле, ты можешь читать про это, слушать подружек, не знаю, читать форумы, книжки, журналы, все что угодно, но пока ты через это не пройдешь и не проживешь это в режиме, ну, стоп, 24 часа 7 дней в неделю, ты не поймешь, что это такое. Ты можешь думать, да нет, господи, ну, все можно пережить, чего тут расстраиваться, это же так прекрасно, я буду порхать. Да, так, конечно, можно думать, но в реальности может получиться немножко по-другому, потому что мы все люди, мы все устаем, а у нас у всех есть какой-то предел мощности, я не знаю, как это еще описать, то есть рано или поздно все устают, и рано или поздно практически у любого человека могут в какой-то момент опуститься руки, или пропасть настроение, пропасть желание что-то делать, или, ну, не знаю, просто что-то может расстроить совсем несущественное, что раньше вас не расстраивало, это просто усталость, это усталость, и это не до конца, это, и это, наверное, не то, что не до конца, это просто еще не полное привыкание к вашему новому образу жизни, к тому, что теперь ваша жизнь, по сути, лично вам не принадлежит, она принадлежит еще одному маленькому, но очень-очень важному человечку, и вот то, что вы теперь подстраиваетесь под него, и вы не можете поесть, когда захотите, поспать, когда захотите, пойти погулять, когда и как захотите, встретиться с друзьями, вот это, наверное, может немножко давить в какие-то моменты, и, ну, как-то угнетать, там, или еще что-то, но я бы не называла это депрессией, не нужно относиться, не нужно вообще настраиваться на то, что она у вас будет, лучше настраиваться на то, что все будет хорошо, но, опять же, понимать, что будет нелегко, вот, поэтому, конечно, помощь нужна, 2. Постарайтесь заранее настроить вашего мужа на то, что первое время вам будет, возможно, не до готовки обедов или ужинов, и не до того, чтобы постирать или погладить ему рубашки на работу. Просите это помочь, допустим, его родителям, его мамам или вашим мамам. В общем, всех, кто вам может помочь, просите помочь. Если у вас есть возможность, допустим, и вам позволяют возможности, у вас есть помощница по хозяйству, то, конечно, вам будет намного проще. Вы будете лишены необходимости решать какие-то бытовые вопросы. Если же нет, то да, то нужно просто, чтобы близкие, извините, с пониманием относились к вам. Главное, чтобы муж с пониманием относился, чтобы он понимал, что вам сейчас очень сложно, что в тот момент, когда он уходит из дома, уходит на работу, вы остаетесь дома, первое, допустим, особенно время, вы находитесь, по сути, ну, грубо говоря, в четырех стенах, и у вас нет такой возможности, вот как у него, просто выйти на работу, и все. А вы постоянно в этом ритме, вы постоянно, вы не отдыхаете никогда, даже ночью. Вот это сложно бывает. Но это все проходит, наверное, сложно первый месяц, когда у малыша может болеть животик, про это я поговорю в следующем видео, когда просто вы пытаетесь привыкнуть к новому ритму. Вот вы просто к нему привыкнете через месяц, через полтора, и станет легче. Казалось бы, все будет то же самое, но вам станет легче. Вы просто живите с этой мыслью. Если вот, например, сейчас вы через это проходите, вы думаете о том, что будет легче, чуть-чуть попозже, чуть-чуть. Но вы знаете, что еще я бы очень-очень посоветовала вам делать и о чем думать. Думайте даже в самые сложные моменты, даже когда ваш малыш плачет, а вы не выспались, или там не можете, не знаю, элементарно покушать, или не успеваете сходить в душ. Посмотрите на него и подумайте о том, что каждый день он неповторим. И таким он не будет больше потом никогда. Пройдет полгода, или там, не знаю, хорошо, пройдет год, вот так скажем, и вам будет не так легко уже его усадить себе на коленочки. И ему не нужно будет ваше молочко, чтобы покушать, и он будет меньше от вас зависеть. Пройдет два года, вам будет сложно его вообще поймать, чтобы с ним обняться. А сейчас, когда ему месяц, или неделя, или три месяца, две недели, он полностью ваш. И каждый день он меняется, и вы его чему-то учите. И он никогда больше таким не будет. Эти маленькие ладошки, они очень скоро вырастут, и эти ножки скоро будут бегать. И вот именно сейчас, да, он полностью зависит от вас, а вы полностью его из-за этого. Но зато такого больше никогда не будет. По-моему, вот эта одна мысль об этом, она уже все перечеркивает. Все эти усталости, невысыпания, расстройства. И от одной мысли, от этого все это стоит делать. Вот. Такое у меня очень видео сегодня, наверное, эмоциональное. Сижу, еле держусь, когда не расплакаться, когда об этом думаешь. Поэтому не бойтесь после родового периода. Просто, да, будет нелегко. Я не говорю, что это санаторий, курорт. Это нелегко, это работа. Это целая работа. Это очень сложно. Организовать быть, себя, ребенка, мужа, вам одной. Конечно, это сложно. Это, ну, за это медаль нужно давать, мне кажется, вообще. Вот. Хотя это все естественно. И это как бы предназначение женщины и так далее. Но это действительно сложно. То, что это естественно, это не отменяет сложности этого процесса. Так же, как и сложности родов, которые тоже естественны и задуманы для нас природой. Вот. Поэтому главное, чтобы вы были готовы. И подготовьте мужа, чтобы для него это тоже не было шоком, не было никаких обид и недопониманий, почему сейчас ему уделяется Миша внимания, почему там, не знаю, о нем Миша заботится. А это вы, ну, как бы, это неизбежно будет так. И чтобы не было каких-то, там, недоразумений, конфликтов на этой почве. Вот. Ну и, наверное, в этом видео это все, что я бы хотела рассказать о родах и послеродовом периоде, таком именно связанном с родами. А период по ребеночку и грудному вскармливанию, уже третий раз повторяю, я сниму отдельное видео. Потому что это тоже будет очень долго и много разговоров, как я это всегда делаю. Вот. Поэтому спасибо вам большое за внимание. Надеюсь, что это видео было для вас интересным. Самое главное, чтобы оно было для вас полезным. Если у вас какие-то вопросы остались или появились, то обязательно оставляйте в комментарии под видео. Я с удовольствием на все вопросы отвечу. Мне всегда очень приятно, когда вы оставляете мне комментарии. Это отдача, это значит, что вы смотрите и как-то анализируете мои видео. Для меня это очень много значит. Потому что это значит, что я не зря стараюсь. Мне очень нравится с вами общаться посредством своих видео. Но сейчас, как вы сами понимаете, это немножко тяжеловато. Именно в плане времени найти на это время. А так, мне, конечно, очень-очень радует всегда с вами пообщаться. И еще раз, в общем, спасибо большое за внимание. Увидимся с вами в следующих видео. Надеюсь, что это видео вам понравилось. До свидания.